Что такое апартаменты Сегодня темой нашего выпуска будет что такое апартаменты С вами я адвокат Антон Лебедев и так начнем На рынке недвижимости увеличивается количество предложений по продаже апартаментов Зачастую граждане не понимают отличия между обычной квартирой и апартаментами Однако такие отличия есть и они существенны Согласно статье 16 жилищного кодекса квартиры относятся к жилым помещениям Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом И пригодно для постоянного проживания граждан То есть отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам Иным требованиям законодательства в силу части 2 статьи 15 жилищного кодекса РФ Законом предусмотрено несколько видов жилых помещений Жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната Указанные виды жилых помещений могут являться местом жительства человека Как для постоянного, так и для временного проживания В силу статьи 20 жилищного кодекса РФ В жилищном кодексе РФ не упоминаются апартаменты Это связано с их особым статусом Дело в том, что апартаменты относятся к нежилым помещениям, коммерческим Такие помещения не предназначены для постоянного проживания граждан Поэтому апартаменты могут быть только местом временного пребывания В силу пункта 3 постановления правительства РФ от 17.07.1995 года Номер 713 Местами временного пребывания могут быть гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристическая база и другие Согласно пункту 27 раздела 2 приказа Министерства культуры РФ от 11.07.2014 года Номер 12.15 Установлены следующие категории номеров и иных мест размещения Сьюит, апартамент, люкс, джуниор Сьюит, студия и другие В указанном приказе дано следующее определение апартамента Это номер в средстве размещения площадью не менее 40 квадратных метров Состоящий из двух и более комнат, гостиной, столовой и спальни с кухонным уголком Поскольку апартаменты не являются жилыми помещениями Их размещение допускается в торговых и бизнес-центрах В которых могут быть расположены и торговые и офисные помещения Из всего сказанного можно сделать вывод о том Что апартаменты это нежилые помещения Относящиеся к местам временного размещения Которые не предназначены для постоянного проживания Поскольку существует ограничение на постоянную регистрацию Регистрация может быть только временной Согласно пункту 16 раздела 3 постановления правительства РФ Регистрация от 17.07.95 номер 713 Основным стимулом застройщиков для строительства апартаментов На самом деле является невозможность строительства жилья на конкретном земельном участии Существуют требования по наличию зеленых зон, детских площадок, парковочных мест Которые рассчитываются исходя из числа жильцов Если застройщику невозможно уложиться в эти нормативы Ему проще строить апартаменты, которым требования не такие жесткие Однако часть граждан считает апартаменты приемлемым решением своих жилищных вопросов И идут на их приобретение Отсутствие инфраструктуры вокруг апартаментов компенсируется их стоимостью Часто апартаменты дешевле, чем квартира Право собственности В силу положения части 1 статьи 36 жилищного кодекса Собственникам помещений в многоквартирном доме Принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме В силу того, что апартаменты не являются жилыми помещениями На них не распространяется действие норм жилищного кодекса По этой причине у владельцев апартаментов отсутствует право собственности на общее имущество в здании Где они расположены В этом и есть и плюсы Так как нет собственности, нет расходов на ее содержание Собственникам жилья проще выбрать способ управления домом Так как все процедуры прописаны в жилищном кодексе Управление зданием с апартаментами обычно осуществляется управляющей компанией Которую выбрал застройщик Более того, к апартаментам в настоящий момент применяются тарифы За поставляемые ресурсы для коммерческих помещений Судебная защита Согласно положениям ст. 446 Гражданского процессуального кодекса На имущество гражданина может быть обращено взыскание за исключением единственного жилья Исключением является залог единственного жилья в пользу кредитора ипотека Если рассматривать ситуацию ответственности гражданина перед кредиторами То кредитор не может обратить взыскание на единственное жилье Но сможет обратить взыскание на апартаменты Так как жилыми помещениями они не являются Судебная защита правдольщика инвестора, приобретающего апартаменты В случае банкротства застройщика тоже слабее Это также связано со статусом апартаментов В банкротстве существует реестр требований жилых квартир Реестр требований коммерческих помещений в Федеральном законе о несостоятельности банкротства не предусмотрено Налогообложение Любые собственники помещений обязаны платить налог на имущество В силу ст. 400 и 401 Налогового кодекса Налог на жилое помещение будет ниже, чем на апартаменты Стоит обратить внимание и на то, что при использовании имущественного налогового вычета Речь идет о жилых домах, квартирах, комнатах и долях в них А также о приобретении земельных участков В настоящий момент обсуждается вопрос изменения законодательства С целью придания больше защиты собственникам апартамента Так как этот вид недвижимости оказался востребованным на рынке Однако изменения и обсуждения могут занять длительное время Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал И тогда все будет хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!